Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. У вас в квартире на стенах появилась плесень. Что же будем делать? Некоторым из нас знакома такая картина. На стенах ванной, кухни, а иногда даже жилой комнаты появляются пятна темно-зеленого или черного цвета. Это плесень или плесневый грибок, с которыми обязательно нужно бороться. Плесень или, как говорится, микологическое поражение строительной конструкции развивается из спор. Они постоянно находятся в воздухе и невидимы невооруженному глазу. Но как только появляются благоприятные условия, это повышенная влажность, тепло, споры просыпаются для интенсивного размножения. Они быстро прорастают, способствуя появлению целых колоний, дающие следующее потомство. И процесс распространения плесени происходит до бесконечности. Итак, перечислим основные признаки того, что в доме появилась плесень. Это темно-зеленые, серые или черные точки и пятна на стенах, потолке, реже на мебели. Неприятный затхлый запах в помещении. Обои и краска отслаиваются, штукатурка осыпается. Необходимые для своего существования вещества плесневый гриб находит в самых разнообразных материалах. Это могут быть как обычные продукты питания, так и несъедобные материалы, бумага, древесина и натуральные ткани. Основная причина возникновения плесени – это высокая влажность воздуха в помещении, которая способствует следующей причине. Первое. Недостаточная вентиляция. Обязательно обратите на это внимание. Следующее. Лишняя влага должна уходить через вентиляционную шахту или форточку. Но если воздуховод или вытяжка не работают должным образом, в помещении создаются идеальные условия для размножения плесени. Следующее. Иногда виноваты сами хозяева. Например, когда устанавливают дверь в ванной так, что между ней и порогом почти не остается пространства, и циркуляция воздуха практически прекращается. Еще одна причина есть. Кроме того, если квартира расположена на первом этаже, влага может подниматься из подвала. А это происходит в 99 случаях при нашем правильном строительстве. Следующая причина может быть. Также конденсат накапливается впоследствии в большого количества пара, который появляется во время приготовления пищи или принятия ванны. Ну и последнее. Это самое распространенное. Это нарушение строительных технологий. Биопоражения могут возникать из-за нарушения герметичности стыков фасадных стен. Ведь тогда влага беспрепятственно проникает в помещение. Больше всего этому подвержены панельные дома. Со временем герметик, которым заполнены стыки панелей, отслаивается. Это может происходить под влиянием погодных условий, особенно прямых лучей. Солнычных лучей именно. В образовавшихся полостях скапливается влага, а в квартире появляется грибок. Самостоятельно вам вряд ли удастся справиться с нарушением герметичности конструкции, поэтому нужно обратиться в жилищные эксплуатационные конторы. Там, в принципе, обязаны принять меры по устранению проблемы. Практически то же самое касается и крыш. Негерметичность чердачного помещения и крыши может стать причиной возникновения плесени в квартирах на верхних этажах. Итак, вы смотрите канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Переходим к самому главному вопросу нашего видео. Плесень на стенах. Что делать? Первое. Выявите и устраните причины плесени на стенах. Плесень лишь следствие. Значит, первый шаг к его ликвидации это устранение причины развития, то есть влажности. Это основополагающий этап борьбы. Если не устранить повышенную влажность, остальные меры будут неэффективными. Второе. Очистите пораженное место от плесени в доме. Если плесень только-только появилась в виде маленьких точек или пятнышек, их можно обработать перекисью водорода или столовым уксусом. Однако, в запущенных случаях придется приложить усилия. Сначала соскоблите грибок, а затем тщательно очистите пораженный участок. Если он на стене или на потолке, то это вплоть до бетона или кирпича. Если же плесень на обоях, обои обязательно надо содрать, снять категорично и навсегда. А также очистить стену под обоями. Пораженный гипсокартон снимите и выбрасывайте его обязательно. И обратите внимание, при очистке очага поражения, немного выступите за его границы. Там наверняка тоже есть споры. Третье. Ликвидируйте плесень специальными средствами. Пораженный участок необходимо обработать специальными препаратами, антисептиками. Они обладают противомикробным и противогрибковым действием. Сегодня на рынке широко представлены аналоги, как отечественного, так и зарубежного производства. Принцип использования вот этих антисептиков различен. Поэтому при покупке нужно обязательно ознакомиться с инструкцией. И помните, применять эти средства можно только после устранения причины появления плесени. Чтобы уничтожить плесень в квартире, используйте антисептики, предназначенные только для обработки внутренних поверхностей, а не для фасадов. И внимание, выбирая антисептик, поинтересуйтесь его назначением. Некоторые препараты не уничтожают грибок, а предупреждают и его появление. Вот на это дело обратите обязательно ваше драгоценное внимание. Четвертое. Просушите место поражения плесенью. Это нужно делать обязательно. Но от того, насколько качественно вы просушите больное место, будет зависеть, вернется ли плесень или покинет ваш дом навсегда. Просушить стену можно с помощью активной вентиляции или обогревателя. На время сушки пораженные грибком участки стены не следует загромождать мебелью или еще какими-либо коврами и так далее. Ну и пятое. Проведите отделочные работы. То есть после уничтожения, химической обработки и так далее, соответственно, надо провести правильные отделочные работы. Казалось бы, все меры по уничтожению плесени приняты и можно приступать к отделочным работам. Однако, и здесь есть определенные нюансы. Самое главное, избегайте воздухонепроницаемых материалов, например, виниловых обоев. Материалы используйте только дышащие, а грунтовки и краски с антибактериальными свойствами. И еще маленькое такое дополнение, лично от меня. Не забудьте про кварцевые лампы. Кварцевание помещения препятствует росту любой плесени. Также у нас на нашем канале ОТВЕРТКА есть видео по борьбе с тараканами с помощью кварцевой лампы. Очень полезная, интересная штучка. Ну и соответственно, по выведению грибка из наших квартир, кварцевые лампы это незаменимая штука. Я надеюсь, данная информация принесла вам определенную пользу. Подписывайтесь на наш канал, с нами будет интересно. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал ОТВЕРТКА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова